Музыка Однажды Шарик прибежал домой к дяде Фёдор. Дядь Фёдор, вот ты скажи, возможно у нас в селе военный переворот? А почему ты меня спрашиваешь об этом, Шарик? Потому что все об этом говорят. Что это такое, военный переворот? Это такая ситуация, когда всю власть берут военные. А как? Очень просто. Везде вводятся военные посты. На заводе, в министерстве, на телевидении, в газетах, везде-везде. И у нас в деревне? И у нас в деревне. А как? К примеру, в сельсовете у нас будет сидеть генерал. На почте будет сидеть генерал. Магазином будет командовать полковник. А польза какая от этого будет? Никакой. Ну ты сам посуди. Разве от этого продукты прибавятся? Станет ли больше телевизоров в магазине? Зато дисциплина улучшится. Все на работу будем с троем ходить. И вовремя. И полковник в магазине не станет магазин на три часа раньше закрывать. Но ведь от этого товаров больше не станет. Вот ты, Матроскин, корову пасешь один. А если рядом будет полковник стоять, молока больше появится? Ни в коем случае. Меньше станет. Надо еще и полковника поить. А вот вы, товарищ Печкин, вы что, больше газет разнесете, если у вас на почте генерал сидеть будет? Я думаю, меньше раза в два. А почему? А потому что они половину газет закроют. А что? Может быть больше костюмов шить начнут на фабриках, когда военные придут? Да ничего подобного. Еще меньше начнут шить. Это почему еще? Да потому что по стойке смирно шить придется. А кто у нас военными переворотами командует? Военный маршал Вязов. Мы с ним вместе служили. Маршал Вязов? Я его знаю. Я его портрет в газете видел. У него еще медали на груди. Семь рядов на восемь. Пятьдесят шесть всего. И это еще не все. Почему не все? На спине у него еще столько же. Вот может ему и написать, чтобы он военный переворот отменил? Не надо никому писать. Переворота и так не будет. Почему? У нас что? Генералов не хватит? Генералов у нас хватит. Генералов у нас завались. Солдат еще уговорить надо. Для переворота еще солдаты нужны. Продолжение следует... Продолжение следует...